ПЕСНЯ Великая княгиня Елизавета Федоровна – самая загадочная фигура дома Романовых. О ее политическом влиянии ходили легенды. Если речь идет о смене министра внутренних дел, то масштаб у нас уже соответствующий. Сестра императрицы открыто противостояла Распутину. Ее называли одной из участниц заговора против него. Она видела истинное лицо Григория Распутина, которое было абсолютно незатейливым. На многие вопросы ответили бы ее дневники и письма. Но они таинственно исчезли. В архиве ФСБ в документах очень часто упоминается, что сестры спрятали архив. Спустя сто лет после гибели Великой княгини архивы открывают неизвестные ранее документы. Оказывается, на протяжении семи лет за ней круглосуточно следила царская охранка. Во время следования экстренного поезда ее императорского высочества Великой княгини Елизаветы Федоровны произошел взрыв. На нее покушались, а ее муж, великий князь Сергей Александрович, брат императора Александра III, стал первым из Романовых убитым террористами в 20 веке. Видев то, что осталось от ее мужа, стало собственноручно собирать его останки. Его смерть разбила жизнь Елизаветы Федоровны на до и после. В прошлом остались дворцы, роскошь. В новой жизни были только молитва и любовь. Многим кажется, что я взяла неподъемный крест и либо когда-нибудь пожалею об этом и сброшу его, либо рухну под его тяжестью. КОНЕЦ 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 Когда Елизавета Федоровна задумывала крест на месте гибели Сергея Александровича, она называла его крестом прощения. Потому что там есть удивительная надпись на кресте. Это евангельские слова Спасителя с креста. Отче отпусти им, то есть прости их, не веду ему, что творят. Этот крест станет первым памятником на территории Московского Кремля, уничтоженном после Октябрьской революции. КОНЕЦ Председатель Совнаркома, Ленин в сопровождении нескольких соратников и энтузиастов таких, как поэт Маяковский и многие другие, взяли в свои руки веревку и грандиозное тело креста семиметровой высоты легко этими веревками было свергнуто и сброшено в тайницкий сад. Памятник исчез и казалось навсегда. Прошло сто лет, и в мае 2017 года воссозданный по эскизам Васнецова крест вернулся на то место, куда его поставила Елизавета Федоровна. Об этой удивительной женщине нужно сказать особо. Неутаймимая труженица и благотворительница, прославленная Русской Православной Церковью в лике святых, она не покинула страну в годы самых тяжелых испытаний. И до конца своих дней сохранила верность идеалам христианского всепрощения и любви. Елизавета Федоровна 40 лет, полная сил, молодая женщина, для которой это был страшный удар, потому что она не представляла себе жизни без своего супруга. 20 лет, проведенные в браке, в счастливом браке, в крепком браке, конечно, определяли всю ее жизнь. Прежде он всем занимался сам и руководил мной во всем. Я воистину была слабой половиной. Это сердце было самым верным, самым чистым и постоянным из всех, что у меня встречались когда-либо. Я бы хотела когда-нибудь стать достойной того, что была его женой. На момент убийства ему исполняется 47 лет. Он погибает как действующий глава Московского военного округа, то есть, опять же, военный глава всей Центральной России. И когда в 1905 году начинается волнение, московские власти растерялись. Именно великий князь своим достаточно жестким указанием о введении войск, которые позволили практически сразу, без кровопролития, снизить градус напряженности и убрать вот эти все волнения. Именно его твердая позиция в этой ситуации, конечно, для социалистов, для террористов, она ничего хорошего не сулила. Великий князь очень не любил сам принимать какие-либо меры предосторожности. Он скрывал ото всех окружающих те угрожающие письма, какие он получал, никому их не показывал и уничтожал. Только однажды он мне проговорился, когда я докладывал ему о мерах охраны во дворце. Из воспоминаний адъютанта великого князя Джунковского. По Москве Сергей Александрович ездил без охраны, как и в то утро, 4 февраля 1905 года. Ну, мы с вами находимся в самом центре Кремля, на Ивановской площади. Это последнее место, которое связано с великим князем Сергеем Александровичем. Дело в том, что именно отсюда, из Малого Николаевского дворца, вышел великий князь, сел в карету. Карета обогнула Малый Николаевский дворец и по Ивановской площади поехала к зданию Кремлевского сената. Проезжает практически весь сенат и буквально в 20 метрах от Никольской башни на пути кареты оказывается террорист, член партии социалистов-революционеров Каляев. В этот момент Елизавета Федоровна находится на складе медикаментов и пожертвований воинам русско-японской войны, где она работала круглые сутки. За три месяца до убийства мужа она пишет княгине Исуповой. Мы живем на вулкане, извержение будет. Когда-то оно разразится и на кого падет. Никогда. Никогда не думала, что придется жить в такое ужасно тревожное время. Боже, смируйся. Мы сейчас с вами стоим на месте, где первой жертвой революции 1905 года пал великий князь Сергей Александрович. Возрыв прогремел в 2 часа 47 минут. Те, кто были в то время в Кремле, были все потрясены, видели столб огня, дыма, треснувшие стекла. Все бросились туда. Возрыв был колоссальной силой, просто грандиозной силой. И Елизавета Федоровна побледнев, скрипнула, что это Серж, и бросилась практически неодетая на улицу. Короткое расстояние это она быстро преодолела. И первая оказалась на месте гибели Сергея Александровича. Она начинает собирать какие-то кусочки, вещи, останки супруга со словами, что Сергей так не любил беспорядок. Неизвестная женщина накинула на голову вдовы белый платок. Солдатские носилки кто-то принес ей. Собрав останки мужа, она накрыла их гренадерской шинелью, которую тут же ей положили на руки. И печальная процессия направилась в Алексеевскую церковь Чудового монастыря. И первая панихида была отслужена у мощи святителя Алексея Московского, которого очень почитал великий князь Сергей Александрович и очень любила великая княгиня Елизавета. Новоспасский монастырь. Здесь рядом с телом великого князя Сергея Александровича хранятся вещи, извлеченные из его гроба при перезахоронении. Среди них свадебная скатерть. Вот на этой скатерти вышито цифры 3.6, ниже 1884. То есть это 3 июня 1984 года, день свадьбы. Именно в эту скатерть Елизавета Федоровна завернет вещи мужа, найденные на месте его гибели. И положит в гроб Сергея Александровича свое кольцо, рядом с его кольцом, изуродованным взрывом. Как знак того, что они навсегда вместе, что она рядом с ним. Кольцо, на котором по традиции было написано его имя Сергей и дата их свадьбы. Они приходили друг к другу дальними родственниками. Мать великого князя Сергея Александровича, Мария Александровна, она тоже из Гессендармштадтского дома, как и Елизавета Федоровна. Германия, Дармштадт. В этом городе 1 ноября 1864 года появилась на свет Елизавета. Ее родители – великий герцог Гессен-дармштадтский Людвиг IV и принцесса Алиса, дочь английской королевы Виктории. В семье малышку все звали Элла. Алиса сообщает мужу. Элла постоянно меня целует и обвивает пухлыми ручками на мою шею. Каждый раз, когда я ухожу, происходит сцена. Она такая ласковая. Милая толстушка Элла очень сильная и отнюдь не тихая. И это была старая сестра Гранц-Людвига, Алиса. В архиве Дармштадта хранятся фотоальбомы герцогов Гессенских на снимках замки и дома, в которых в то время жила семья Эллы. В семье было семеро детей. Брат Эллы вспоминал. Каждое утро по субботам мы должны были относить букеты цветов в госпиталь и дарить их разным пациентам. Даже самые маленькие среди нас должны были идти с матерью в больницу. Мама все время говорила, что принцы и принцессы должны расти точно так же, как другие дети, а может быть даже в еще более строгих условиях. Потому что кому много донос, того много будет и спрошено. Герцогиня умрет от дифтеритов 35 лет, успев подарить миру двух русских православных святых. Декабрь 2017 года. Во Франкфурте идет подготовка к открытию международной выставки «Гессенские принцессы в российской истории». Выставка состоялась только благодаря Елисаветинско-Сергиевскому просветительскому обществу. Уникальные экспонаты собирали по всему миру. Самые крупные музеи России, или Эремитаж, или Третьяковка, или Государственный исторический музей, к этому принадлежат тоже такие музеи, о которых мы еще никогда не слышали. Маленький музей в Джордан-Вилл в Америке. Гессенский дом тоже предоставил раритет. Семейный альбом. На его страницах есть фотографии героинь выставки. Уникальный кадр. 1864 год. Алиса Гессенская ждет ребенка. Элла родится через несколько месяцев. В гостях у герцогини родственница, императрица Мария Александровна, сыном Сергеем. Он остался за кадром. Принцесса Алиса и императрица Майсан бывали часто друг у друга в гостях. И нужно сказать, что императрица Мария Александровна обладала чутким сердцем. Девочек гессенских после смерти матери она не оставила. Мария Александровна очень симпатизировала Елизавете, Элле. И Сергей Александрович в будущем, наверное, тоже во многом, помня это, делал свой выбор. В ноябре 1883 года Элла соглашается стать женой Сергея. Он сообщает эту новость брату императору и сомневается, что достоин такого счастья. Понять жениха можно. В то время говорили, что в Европе есть две необыкновенные красавицы и обе Елизаветы. Елизавета Австрийская и Елизавета Гессенская. Из воспоминаний племянницы великого князя Марии Павловны. Тетя Элла одна из самых красивых женщин, каких я когда-либо видела в жизни. Она была высокой, хрупкой блондинкой, с очень правильными тонкими чертами лица. У нее были серо-голубые глаза, на одном из которых было коричневое пятнышко. Что производило необычайный эффект. Бабушка Эллы дала свое согласие на брак только после тщательной проверки спецслужбами Британии репутации жениха. Вердикт их был для брака годен. Немножко замкнут и очень религиозен. Как бы слишком часто посвящают богослужения. Вот такой минус нашли у Сергея Александровича. В канун нового 2018 года немецкие газеты пишут об успехе русской выставки, посвященной четырем принцессам Гессенского дома. Представитель дома Романовых, праправнук Александра Третьего, специально приехал в Германию, чтобы увидеть эту выставку. Мы находимся на выставке, героинями которой стали четыре немецкие принцессы. Они внесли свой вклад в русскую историю, сложные судьбы. Не могу сказать, чья судьба впечатлила меня больше всего. Прабабушка Пола, императрица Мария Александровна, тяжело переживала неверность супруга. Великая княгиня Наталья Алексеевна погибла при родах. Трагические судьбы последней императрицы и ее сестры известны. У меня до сих пор, несмотря на всю роскошь и необыкновенную красоту многих экспонатов на этой выставке, у меня именно вот этот музейный комплекс вызывает особый пиетет, какое-то особое чувство и пронзительную такую нежность, жалость. Эту сережку нашли в 1919 году на месте первого захоронения царской семьи. На выставке рядом с сережкой портрет юной Алисы. Акварель, написанная Елизаветой Федоровной, с будущей императрицей Александрой Федоровной, где она как раз в тех сережках жемчужных, одну из которых потом нашли при просеивании земли на Ганиной яме. Отношения двух сестер, старшей и младшей, Елизаветы Федоровны и Александры Федоровны были очень близкими, крепкими. Они, оставшиеся без матери, достаточно рано оказались вместе. Это было огромным событием и огромной поддержкой друг к другу. Сама история участия Сергия и Елизаветы в устроении брака Николая Цесаревича и Александры, конечно, трудно ее переоценить, потому что это участие, можно сказать, было определяющим. В 1894 году умирает Александр Третий. У России новый правитель, Николай Второй. Перед смертью отец благословляет его на брак по любви. Сложная многолетняя операция под названием «Корона для Алисы» успешно завершена. Документы показывают, что брак наследника престола с принцессой Алисой состоялся при непосредственном участии Великой княжеской честы Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны. Таким образом, можно говорить о том, что Елизавета Федоровна несет ответственность за этот брак и его последствия. В этом тайном союзе участников было четверо. Николай, Алиса, Сергей и Елизавета. Участники этого закрытого клуба в переписке носили другие имена. Например, письма шифруются «Пелли-1», «Пелли-2». Письма проходили через Елизавету Федоровну. Вот одно из письм этого тайного союза Елизавета Федоровна пишет будущему императору. «Милой Ники, любовь к Пелли по-прежнему сильная и глубока. Только она не может решиться переменить религию, чувствует, что поступает неправильно. И все же я надеюсь, что мне удастся убедить ее поступить правильно. В конце концов, любовь тоже святое чувство. Одно из самых чистых чувств в этом мире». Алиса была любимой внучкой королевы Виктории. Она всегда ласково называла ее «Саней», «Солнышком». Расставаться с ней, отправлять в далекую неспокойную Россию Виктория не желала. «Королева пишет Елизавете, дорогая Элла, у меня дошли слухи, что кто-то очень содействует этому браку. Знаешь ли ты, кто это?» В ответ везет письмо Елизаветы Федоровны, в котором она пишет, конечно, нет. Если бы я знала, я сразу же, бабушка, тебе это сказала. Осенью 1893 года Николай должен был отправиться в Дармштадт, просить руки Алисы. Под влиянием матери императрицы Марии Федоровны поездка отменяется. Великий князь Сергей Александрович отправляет племяннику гневное письмо. «Дорогой Никий, или у тебя нет характера, воли, или же твои чувства совсем изменились, а в таком случае более чем прискорбно, что ты прямо не сказал этого жене или мне». Понять родителей наследника престола можно. О том, что принцесса Гессенская Алиса, скорее всего, носит ген гемофилии, известно. Как мы знаем, среди потомков королевы Виктории был распространен ген ужасной болезни, ген гемофилии, который передавался по женской линии. Странные вещи делают историки, говорят, что ну как же так могло быть, если они знали, что вот такая болезнь может быть, дети могут быть больны и так далее. Мне кажется, что нет места вот этим обсуждениям, потому что как бы любовь все равно была. Очень сильная. И они содействовали тому, что должно было состояться. Вот и все. Впервые своего будущего мужа, цесаревича Николая, принцесса Алиса увидела на свадьбе старшей сестры. Еще одна нить, навсегда связавшая эти пары. Невесте великого князя Сергея 19 лет. В Россию принцессу вез поезд, украшенный ее любимыми белыми цветами. На каждой станции его встречала восторженная толпа. Елизавета Федоровна была потрясена, что ехала она до Зимнего дворца в золоченой карете 18 века. Звон колокольный, который не умолкал несколько дней по поводу свадебных торжеств. Перед нами манифест императора Александра Третьего, который извещает о том, что имело место бракосочетание его брата, великого князя Сергея Александровича, с принцессой Гессинской. Повелеваем супругу великого князя Сергея Александровича именовать великую княгиню Елизаветую Федоровной с титулом императорского высочества. Елизавета Федоровна, да. Почему? Потому что еще с древних порт еще Александр Ярославович Невский носил с собой икону Федоровской матери, полученную от отца. Жена и этой иконы крестили всех принимавших православие русских императриц. Жена великого князя не императрица, поэтому принимать православие не обязана. Император Александр Третий пишет брату. «Знаю, как тяготит тебя мысль, что твоя жена не принадлежит нашей церкви, но я вовсе не теряю надежды, что эта заветная моя мечта сбудется, и именно с твоей милой Эллой». Елизавета Федоровна станет православной великой княгиней, но пройдут годы, прежде чем она решится на это. Она семь лет думала об этом. Она совершала очень много действий, связанных с православием, и вообще уже была больше, чем православная, чем даже любой другой человек. Принятие православия за этой Федоровны главную роль сыграл ее супруг. Елизавета Федоровна приехала в Россию, будучи лютеранкой, и постепенно, видя перед собой пример великого князя, его глубокую веру, его почитание святых, она стала интересоваться, ей захотелось вместе с ним почитать катехизис. Ее решение принять православие стало потрясением для близких. «Твое сообщение принесло мне большую боль», напишет дочери Людвиг Гессенский. «В ответ она пишет отцу. Моя совесть не позволяет мне продолжать в том же духе, это было бы грехом. Я лгала все это время, оставаясь для всех своей старой верею. Это было бы невозможно жить так, как я раньше жила». Когда Елизавета сообщила Сергею о своем решении, он был растроган до слез. «И потом она сказала, иметь одну веру с мужем – это такое счастье». Елизавета Федоровна приняла православие за неделю до Пасхи, в Лазареву субботу, 13 апреля 1891 года. «Верую, мой единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и землевидимым, Жесим и невидимым». Тихий голос Великой Княгини, читавший символ веры, звучал уверенно и спокойно. В белом платье, с распущенными волосами и без башмаков, она была прелестна, как ангел. «От пола истина, Рождена несутворенно, едино». Это решение изменит жизнь Елизаветы Федоровны больше, чем она и ее близкие могли предполагать. Император Александр Третий в честь принятия Княгини Православия подарит ей икону Спасителя. С ней на груди она шагнет к шахте, в которой закончится ее земной путь. «Елизавета Федоровна была глубоко верующим человеком на протяжении всей своей жизни. При этом сама она в письмах неоднократно подчеркивает, что она не фанатичная верующая, а верит из глубины своего сердца. Она делом, а не словами, доказывала свою веру». То, что сделала Елизавета Федоровна после гибели мужа, потрясло Москву. Она поехала в тюрьму к его убийце, революционеру Каляеву. «Добрая, верующая, великая княгиня Елизавета Федоровна привезла ему крестик, беседовала с ним и простила ему. Святая она». Свой разговор с убийцей она скрывает. Она только сказала, что когда вошла к нему, он спросил, кто вы. «Я жена того, кого вы убили». Она ему простила и дала образок. Элла просто святая. Она величественна в своем горе». Есть свидетельство, что Каляев говорит Елизавете Федоровне о том, что он несколько раз видел в карете вместе с Сергием ее, поэтому не решался бросить бомбу, не решался на убийство, и что она должна быть благодарна ему, что он сохранил ей жизнь, на что она отвечает, что вы не понимаете, что убив его, убив супруга, вы убили и меня. Был еще один человек, которого великая княгиня посетила в первые часы после взрыва. Кучер великого князя получил множественные ранения. Его успели отвезти в больницу. Зная, что Андрей Рудинкин умирает, она пришла в белом светлом платье, чтобы он не увидел траура. И сказала, что именно великий князь ее и прислал к нему, что он жив, и Андрей Рудинкин умер спокойно и радостно. В первые дни после гибели мужа Елизавета Федоровна практически неусыпно пребывала у его гроба. И в самые страшные дни для великой княги Елизаветы Федоровны, дни прощания с супругом, дни его погребения, и в день его погребения государь Николай II и Александр Федоровны, к сожалению, не смогли присутствовать на этих похоронах. Они приехали на похороны Сергия, потому что была революционная ситуация, и это было чревато просто гибелью царской семьи. И именно поэтому и Елизавета Федоровна заклинала их не ездить. Алекс, конечно, хочет ехать, мама тоже. Но им отсоветовали, нельзя так рисковать. Хотя это ужасно, оставлять бедную Эллу одну. Просто больно думать. Она пережила этот удар, с одной стороны, стойко, но, конечно, были моменты очень тяжелые. Известно, что несколько раз она, то, что было совершенно не характерно, для великой княгини ее охраны она выходила в Москву, на улицу, под вечер, даже под ночь, где-то ходила, за ней ее пытались найти. Потрясение, конечно, было колоссальным. На многие вопросы ответили бы ее дневники и письма. Но они таинственно исчезли. Но не дошло ни строчки до нас, потому что это было не для чужих глаз. И мы думаем, что Елизавета Федоровна все это затем уничтожила. Это первое из известных завещаний Елизаветы Федоровны написано после гибели мужа. Сжечь все фотографии, а не только в тягости. Свою одежду я раздала горничным. Осталось только мое травное платье, которое на мне. Его тоже надо отдать им. Внимание привлекает эта загадочная фраза. Желаю, чтобы мою старую сумку со всем ее содержимым сожгли целиком, не открывая. Жизнь ей была родена на две части. Конечно, это до смерти супруга и после. Совершенно разные люди. Разные предпочтения. Как она напишет потом в письмах после смерти Сергия о том, что в моей жизни было все. Я видела и блеск, и свет. Я все это знаю. Я к этому не стремлюсь. У меня уже все это было. Она после смерти супруга посвятила себя фактическому вековечению его памяти. Крест по эскизам Васнецова, храм от рада и утешения, посвященный великому князю и всем жертвам политического террора. Почти 45 тысяч поминальных обедов она организовала для московской безнаты. Вдова заказывает многолетние службы в разных храмах. Некоторые из них не прекращаются до сих пор. В Иерусалиме, в Александровском подворье и сегодня ежедневно поминают великого князя. Удивительные вещи, которые мало кто знает, это монахиня читает Псалтырь в память о Сергею Александровиче. Причем процесс этот продолжается с 1905 года. В наши дни чтение Псалтыря не прекращается ни на минуту. И происходит круглосуточно, и сестры меняются, читают. И это продолжается, по ее желанию, продолжается всегда. 1903 год. Шествие императорской фамилии из Большого Кремлевского дворца в Успенский собор. Единственные сохранившиеся кадры хроники, на которых Елизавета Федоровна в светском платье. Вот она, под руку с мужем, следует за императорской четой. Сегодня великий князь Сергей Александрович или остается в тени своей жены, или о нем говорят, как о человеке неприятном и порочном. Образ Сергея Александровича действительно в течение очень долгого времени оставался искаженным, очень сильно оболганным. Такое представление сложилось во многом благодаря воспоминаниям великого князя Александра Михайловича. Когда читаем, мы понимаем, что тот был морским офицером, отличался весьма вольными нравами. И естественно, что именно у него вызывало страшное раздражение личность Сергия. Я бы отдал 10 лет жизни, чтобы она не пошла к венцу с высокомерным Сергеем. Не скрывает и пишет, что завидует, завидует. Да, мы все вот в Элу так были влюблены, и я завидовал, ну почему же она досталась этому Сергею, вот они кому-то другому, например, не мне. В 1891 году оператор Александр III назначает своего младшего брата, великого князя Сергия Александровича, московским генерал-губернатором. Сами Сергия и Елизавета достаточно сложно отнестись к этому назначению, потому что до этого было, ну не безоблачное, но без такой страшной ответственности жизнь в Санкт-Петербурге 7 лет. После 7 долгих лет счастливой супружеской жизни мы должны начать совершенно новую жизнь. Мы будем там играть роль правящего князя, что очень трудно для нас, так как вместо того, чтобы играть такую роль, мы горим желанием вести тихую, личную жизнь. Тверская, 13. Сегодня это здание в центре Москвы занимает мэрия. С конца 19 века здесь жили генерал-губернаторы. И все официальные приемы, приемы посетителей, и вся жизнь великокняжской четы, и представительские мероприятия, и балы, и дипломатические приемы. Все по большей части происходило здесь. К моменту переезда супругов дворцу уже более 100 лет. Конечно, пришлось серьезно его перестраивать. Был приглашен известный архитектор Николай Султанов. Благодаря ученикам Строгановского училища сохранились акварели, которые можно увидеть в собрании исторического музея, и можно представить, какие интерьеры были. Это комната, которая оформлена в очень таком декоративном, ярком стиле, модерна. Туалетная комната великого князя Сергея Александровича. Очень большое количество живописи. Вот эта лестница, винтовая, она вела в их общее опочивание с Елизаветой Федоровной. На протяжении всех 20 лет брака они делили одну спальню, что для того времени было непривычно. При этом у каждого была своя половина во дворце. Елизавета Федоровна много времени проводила в рабочем кабинете. Когда гости входили в бальный зал дворца, они замирали у портрета хозяйки Москвы. Главным украшением зала был портрет великой княгини Елизаветы Федоровны и кистика ульбаха, который был заказан великим князем Сергеем. И по сравнению с другими он его считал одним из самых удачных. Попасть на бал во дворец генерал-губернатора сказочный подарок. Сохранились воспоминания дебютантки балы 1904 года Натальи Балуевой-Арсеньевой. На нее огромное впечатление произвела зеркальная лестница, остатки которой мы тоже можем видеть сейчас во дворце. И можно себе представить, сколь ошеломительно выглядела прекрасная Елизавета, стоя вот наверху этой лестницы. Она была дивно хороша в бледно-розовом платье с диадемой и ожерельем из крупных рубинов. Мы все с восхищением смотрели на Елизавету Федоровну и восторгались ее изумительным цветом лица, белизной кожи и изящным туалетом, рисунок которого она собственноручно набрасывала для партнихи. Через год великий князь погибнет от руки террориста. А Елизавете Федоровне предстоит увидеть, как в дни Октябрьской революции дворец генерал-губернатора будет разорен. Погибнет все. Личные покои, роскошные залы, кабинеты и удивительно красивая домовая церковь во имя Сергия Радонежского и Александра Невского. В ней, скрытые от посторонних глаз, каждый день молились супруги. О чем еще могли они просить Бога? Против всеобщего убеждения они с Сергеем были счастливы в браке, при том, что он был в доме главой, полным хозяином. Элла всячески это поддерживала, а он был полон нежной внимательности к ней. Оба они очень любили детей. Грустно, что собственных у них не было. Должно быть, не суждено нам иметь полного счастья на земле. Если бы я имел детей, то, мне кажется, для меня был бы рай на нашей планете. Но Господь именно этого не хочет. Его пути неисповедимы. Почему у великого князя Сергея Саныча, у великой княгини Елизаветы не было детей? Очень многих этот вопрос интригует, хотя они стали родителями такому огромному количеству детей. Потому что великая княгиня Елизавета, например, возглавляла Елизаветинское благотворительное общество, которое более 25 лет просуществовало в Москве. И 9 тысяч младенцев было взросшено. Приюты великой княгини менее всего походили на сиротские дома. Это платье детское, с украшениями. Мы видим здесь и кружево, мы видим здесь складочки. Это действительно платье, которое выполнено для девочек, для девочек как родных, действительно с любовью. Как и все, собственно, вещи, которые предоставлялись детям-сиротам, эта платьица также наверняка утверждалась великой княгиней. Мы были сегодня с женой в воспитательном доме. Тяжелое впечатление, пишет великий князь брату императору. При нас приняли, взвесили, обмыли, дали кормилице двухдневного мальчика, такой миленький, с большими черными глазами. Так хотелось его взять. Этому дому, в котором мы находимся, больше ста лет. Постройка 1892 года. Бревна, все дышит. Это здание родильного приюта, которое построено на усадьбе Ильинская великим князем Сергеем Александровичем. Бездетный великий князь строит родильный дом. Странный поступок для того времени. В свете его объясняют пережитым потрясением. Осенью в любимой усадьбе Сергея Александровича Ильинском при родах погибает его невестка, великая княгиня Александра Георгиевна. Она вышла замуж за последнего сына императора Александра II, Павла Александровича. Это действительно был просто райский уголок, и радовались все. Елизавета с Сергием, и Павел с Александрой. Есть прекрасные фотографии, где Александра беременная, она такая милая, очень округлилась такая. В общем, очаровательная фотография, очаровательная, радостная время юности. Елизавета и Александра становятся близкими подругами. Внезапная смерть молодой княгини, ей всего 21 год, так потрясла всех, что казалось, о новорожденном младенце забыли. Об этом пишет в своих мемуарах его сестра Мария. В то время инкубаторы для недоношенных младенцев были редкостью, и потому новорожденного укутали ватой, положили в колыбель, согреваемый бутылочками с горячей водой. Дядя Сергей лично купал его, как рекомендовали врачи. Ребенок набирался сил и прибавлял весе. Младенца нарекли Дмитрием. Его отец после потрясения покинул Ильинское. Сергей младшего брата не осудил. Дорогой мой цып, так в семье называют Павла, после всего пережитого и выстраданного вместе, ты можешь быть уверен, что за детей твоих жизнь свою положу. Дмитрий и Мария фактически росли на руках дяди и тети. Причина тому – второй неравный брак их отца. Он фактически обманул императора Николая II, и, может быть, именно за это был так жестко наказан, потому что он обещал не жениться. Одно из следствий гибели великого князя стало то, что его супруга Елизавета Федоровна становится главным, фактически ответственным лицом за их воспитанников. В эти дни никто не видел слез Елизаветы Федоровны, кроме племянников Марии и Дмитрия. Ночь после взрыва великой княгиня провела без сна в детской. Их отцу вдова напишет, что теперь она глава этой семьи. Ты знаешь, что для меня твои драгоценные маленькие сокровища словно ангелы, которые своими добрыми, горячими, нежными сердечками помогут мне жить дальше ради них. До сих пор единственным, для кого я жила и кому отдавала свое сердце и душу, был Сергей. Марфа-Мариинская обитель Милосердия – главное детище Елизаветы Федоровны. После гибели мужа она продает свои драгоценности, ценные бумаги и покупает на Большой Ордынке в Москве несколько домов. Начинает строить храм. Уход ее в Марфу-Мариинскую обитель был плохо воспринят в церковной семье. Даже со стороны самых близких людей. На принятие обетов никто, за исключением сестры Виктории, еще пара самых близких друзей, не приехали. Великая княгиня пишет Николаю II накануне посвящения в настоятельнице. «Сейчас я словно прощаюсь с прошлым, с прежними промахами и грехами в надежде на цель более высокую и жизнь более чистую. Помолись за меня, дорогой. Я буду принимать обеты гораздо серьезнее тех, что дает молодая девушка примечания». «Она основала Марфу-Мариинскую обитель, которая не была монастырем в буквальном смысле слова. Более того, она всю жизнь носила монашеское одеяние, белое, но это не было монашеским одеянием в буквальном смысле слова». Облачение сестер и настоятельницы рисовал ее любимый художник Михаил Нестеров. Он же расписывал Покровский храм обители. «Сшила первое одеяние модная партиха из Парижа, с Рю-де-Ля-Пе, которая обшивала ряд царственных домов. Вот это единственная та слабость, которую позволила себе Елизавета Федоровна, всегда очень следившая за своей внешностью». Идея Елизаветы Федоровны была революционна для того времени – соединить социальную работу со служением Богу – больницу с храмом. При обители открывается аптека, приют для девочек, амбулатория, больница. «Считалось, что больница Елизаветы Федоровны была лучшей в Москве. Это были сестры, которые независимо от их местоположения в обществе и от их ранга, они включались в обучении медицинскому делу и также принимали участие наравне со всеми сестрами. Они участвовали в перевязках, в операциях. Сестрами обители становились одинокие женщины, еще молодые, как правило, вдовы. Из обители можно было уйти, допустим, но девушка встретила свою судьбу, и она могла просто выйти замуж и уйти из обители, но при этом она уходила не просто, она уходила уже получив определенные навыки, и хозяйственные, и медицинские, молитвенные, то есть это выходили уже нравственно зрелые, да, и профессионально подготовленные люди. Обитель, основанная в 1909 году, быстро приобретает большую популярность. Обращались к великой матушке, как стали звать Елизавету Федоровну, с разными просьбами. в те времена очень многие девушки страдали от неразделенной любви, и приходилось даже отлавливать этих несчастных на вокзалах. Писали в Марф-Маринскую обитель, что госпожа такая-то выехала оттуда, встречайте ее, все очень боялись, что она упадет под поезд, бросится, девушки были темпераментные, вот, и у Елизаветы Федоровны был такой целый десант помощников, которые деживили на вокзалах, привозили их в обитель, успокаивали их. Елизавета Федоровна за день успевала все и отстоять службы в храме обители и решить массу организационных вопросов и поработать в больнице. Спала она на деревянной кровати без матраса, на твердой подушке, и устав за день засыпала мгновенно. Часто для сна ей оставалось всего 2-3 часа. Однажды привезли женщину, опрокинувшую зажженную керосинку. Тело стало сплошной раной, началась гангрена. Великая княгиня взялась лечить ее терпеливо и стойко. Больная поправилась в несколько недель. Воздоровление ее посчитали чудом. Самым страшным ударом для нее стало отречение императора Николая Второго от престола в марте 1917 года. Рухнуло то, во что она так верила. Великая княгиня была отстранена от руководства всех благотворительных организаций, некоторые из которых она возглавляла более 25 лет. У нее осталось только обитель. Мне до сих пор непонятно, как этот человек мог не сломаться. Не сломаться как в период нечеловеческой нагрузки физической, так и в 17-м году в связи с отсутствием деятельности. Меня поразил ее больной измученный вид. Эта женщина, которая никогда не сидела на месте, теперь большую часть времени проводила в плетеном кресле с вышивкой или вязанием. Воспоминания великой княгини Марии Павловны о последней встрече с тетей. Кайзер неоднажды предлагал ей через шведского посла уехать в Пруссию, ибо Россию ждут потрясения. Но великая княгиня передала ему, что не покинет добровольно ни обитель, ни России. Великую княгиню Елизавету Федоровну, настоятельницу Марфы Мариинской обители, арестуют 7 мая 1918 года на третий день Пасхи. Когда повсюду звенело Христос воскрес, в обитель приехал святейший патриарх Тихон, он отслужил здесь молебен, пообщался с сестрами, и вот после его отбытия в обитель приехала группа красноармейцев. Она стала одной из последних Романовых, арестованных большевиками. В это время в Екатеринбург уже сослана семья отрекшегося от престола императора. Схвачены и другие Романовы. Известную в народе своими делами милосердие Елизавету Федоровну долго не решались трогать. Испугались посылать туда для ареста красноармейцев русских, потому что у нее была огромная популярность среди солдат, среди москвичей арестовывали латышские стрелки. На сборы Елизавете Федоровне дали всего полчаса. Сегодня в Марфо-Мариинской обители как святыню хранят перчатку, которую она уронила, выходя за ворота. Это было очень тяжелое расставание, сестры плакали, сестры кричали, они готовы были лечь под машину, дали не отдадим матушку. Это было душераздирающее такое зрелище. Конечно, в тот момент можно было потерять все. Вместе с настоятельницей в машину сели сестры обители Варвара Яковлева и Екатерина Янышева. На Ярославском вокзале их ждал поезд. Перед самым арестом она пишет сестре Виктории «Пути Господни неисповедимы, и то, что мы не можем знать нашего будущего великая благодать. Страна наша распадается на кусочки, разрушается нашим народом, теми, кого я люблю всем сердцем. Поистине душа его больна. Он ослеплен и не видит, куда мы все идем». В 1888 году во время путешествия с мужем по святой земле Елизавета произнесла пророческие слова. «Как бы я хотела быть похоронена, как хочу здесь находиться, хочу остаться навсегда. Представляете, юная жена, восторг святой земли. Вид открывается необыкновенно перед нами. Храм Гроба Господня, Золотые Вороды, Кедронский поток, красота и, конечно, восторг». Елизавета Федоровна вместе с мужем была на освящении именно этого храма, только что построенного. В память о матери Сергея Александровича, императрице Марии Александровне. «Дорогой Саша, все думаю о тебе и братьях. Как вам было бы утешительно помолиться в этой церкви памяти бесценной мамы?» Пишет из Иерусалима великий князь Сергей брату императору. Он под большим впечатлением от новой церкви. Внутренность ее очень хороша и пропорции ее удивительно хороши. Раскраска стен в два тона очень удачна. Над наружным входом большая мозаика Святой Марии великолепна. Перед отъездом великосветские путешественники фотографируются на нижней площадке храма. Елизавете всего 24 года. Наверное, она действительно мечтала вернуться сюда когда-нибудь. Кто бы мог предположить, как это произойдет? Вот у нас здесь получается в храме так, с правой стороны от Салии рака преподобная мученица Елизаветы. Народу сюда приезжает со всей православного, со всего православного мира ну, можно сказать, очень большое количество, очень много людей. всех стремления именно к Елизавете Федоровне, потому что слава ее безусловна. Святая Елизавета Федоровна, я считаю, она принадлежит всему миру, православному и неправославному. Сюда приходят вообще румыны, читают акафисты, приходят греки, читают акафисты, приходят вообще немцы, хотят посмотреть, где, значит, их принцесса, приходят американцы, австралийцы, весь мир приходит посмотреть или помолиться у Елизаветы Федоровны. В Гефсимании на склоне Елеонской горы покоятся мощью святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, повторившей перед гибелью слова Христа «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Господь решил, что Елизавета Федоровна должна так прийти к нему, через еще одно страдание, через предательство того русского народа, которому она верила. Зная ее так хорошо, как довелось мне, я с уверенностью могу утверждать, что она благодарила Бога за страдания, которые могла принести в жертву за душу своих убийц. Я твердо верю, что она не издала ни звука жалоба, а благодарила Бога за то, что он через страдания распахнул перед ней врата в обитель избранных своих. Святыми не рождаются, ими становятся. В жизни Елизаветы Федоровны были любовь, разочарование, потери, предательство, дворцовая роскошь и монашеская келья. Но вели ее всегда молитва и любовь. Для молитв и любви расстояния нет. Для молитв и любви расстояния нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok